Гуден Морген Гуден Морген Гуден Морген Гуден Морген ehrlich gesagt die menschen sind dann mehr entspannt obwohl ich gar keinen alkohol trinken wir brauchen übrigens kinderpunch ich kann kein alkohol trinken sie mit alkohol für mich ohne ich kann kein vertragen und genauso war bei meinem vater wenn ich so ganz bisschen nur rieche alles ist ja ja also wir sind vier geschwister und nur ich bin so drauf einmal kinderwunsch mary christmas also was mit alkohol oder auch lieber was ohne alkohol kann ruhig ein bisschen alkohol ist man muss ich ja nicht so eine schöne ambiente meine güte aber ich fühle mich gerade warum seite eigentlich immer so schüchtern wenn kamera an ist das ist doch auch werbung für euch zum beispiel heute abend würde ich ein lokal dekorieren ich habe gesagt ich mache das ausnahmsweise obwohl das schon so spät ist aber ich komme mit der kamera weil das ist ja auch mein job übrigens ich würde sie auch gerne im visier nehmen und ein bisschen befragen wir lieben dieses jahrweihnachtsmarkt und vergleich mit 2009 stessniaются bei jansa wo ist mit alkohol und wo ohne das ist für mich wahrscheinlich hier ne das ist für herr schilling ja das sieht schon so aus übrigens ich habe bemerkt dass in goslau weihnachtsmarkt ist viel günstiger die preise als in hamburg ich war letzte ich habe weihnachtsmarkt ist da nicht größer als unsere herr schilling wieder zu oj 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 Сначала, если вы купите, то вы знаете, кто вы покупаете. И второе, если вы приходите с такой лавой, как великий пакет, то вы получите немного... Так, это был детский пункт, да? Прост. Так. Пришел ко мне Хэр Шилин в гости. Я говорю, почему мы тут будем нудиться? Люди, они тоже не великий. Как мы, когда мы на футболе, в этой городе тоже синий. В昨天 я был туристов из Ингланд. Они были 15 лет здесь, и мне сказали, что тогда, что это больше, больше, чем сейчас. Правильно? Нет, нет, нет. Это бесконечное, что бесконечное. Я бесконечное, но... Это было не просто. Это не просто. Это не полезно. И это очень удобно. И это прекрасно. Да, тоже. Эти тантенболы должны быть везде. Они должны быть использованы. Я не хочу знать, что это будет. Это прекрасно. Я спросила, правда ли, туристы у нас там были, правда ли, что раньше было намного больше Weihnachtsmarkt, здесь рождественская ярмарка. Нет, Herr Schilling ногами и руками говорит, пусть не сочиняют. Раньше было только там, потом появился Weihnachtswald. Так уже сходятся люди. Herr Schilling, lassen Sie uns dort hingehen, weil hier sind die Menschen, und wir dürfen ja nicht filmen. Ничего себе! А когда люди стоят на месте, то есть это хорошо, потому что люди, которые приступят к нам, мы тоже делаем с этим. Да? Да. У нас есть лад, который злит, да? Это очень плохо. И это очень плохо, Это очень красиво, да? Да. Вдохновение. Это все из стран. А! Очень здорово. И это не музей, они должны все спокойно, все спрашивать, да, Мы только начнем, да? Да, я вернусь. Я вернусь. Я с дедушкой Шиллингом еще проскочила в один магазин, купила за 5 евро вот такие штуки. Смотрите внимательно. Отойду сюда, чтобы там не смущать людей. Я взяла две дигитальные и две обычные. Но дигитальные, то ладно. А вот обычные, там нужно такие кнопочки поднять и опустить. Я это перепутала. Когда свет должен гореть, я это сделала наоборот. Выставляешь часы. Я поставила освещение на улице. В общем, на улице подсветка будет только с 4 до 8. Мне кажется, этого достаточно. И затем я решила еще немножечко пересмотреть витрину свою и, скорее всего, тоже на ночь отключать. Потому что, ну зачем? С 1 января двойные тарифы. Кто недавно здесь приехал, вы платите ВФГ либо хардса энергии каждый месяц определенную сумму. В конце года они это пересчитывают. Если вы израсходовали меньше, вам это возвращают обратно. Если больше, то, следовательно, вы доплачиваете. Мало того, повышается на следующий год для вас, соответственно, сумма. Так вот, я дома получила 109 евро обратно, а в магазине 200. Не знаю, почему. Может быть, из-за того, что я до двух часов только работала. Теперь я сделала на улице освещение. Вы его видели. И сегодня вот, когда мы там стояли с Шиллингом и с другими людьми общались, они говорят, слушай, а почему у тебя это 24 часа в сутки горит? Вы знаете, потому что я с вот этой ерундой разобраться не могу. Они смеются. В общем, дедуля Шиллинг со мной пошел в магазин. Мы выбрали это. Я ему говорю, все. Я дальше сама разберусь. Все хорошо. И я сейчас это установила. Но дигитальные я, наверное, возьму домой, потому что у меня балкон весь светится, все окна светятся, все светится. Полный Merry Christmas. Очень много всяких разных вещей от Матильды, которые на батарейках. А то, что работает от Электрики, я поставлю тоже такого вот рода релешки. По-моему, это называется реле по-русски, если не ошибаюсь, потому что по-немецки это называется Zeit schallt. И я тогда это сделаю так. Например, с 4 тоже до 8. И в 8, когда свет больше не горит, следовательно, всем нужно быстро ложиться спать. Когда свет отключается, тогда Дед Мороз проверяет, кто спит, кто не спит. Поэтому будем 8 отключать. И мне еще нужно в магазин докупить 6 вот таких вот штук. Я попробую все освещение в витрине тоже отключать. Интересно, как это у меня получится. Сегодня я бы хотела уделить внимание текстилю, поэтому в последующих видео будем делать обзор текстиля. Также, кстати, похвастаться своими обновками, потому что вот это кольцо, я вам уже говорила, я его купила в Брюсселе. А вот эту подвеску я нашла в Гамбурге. И вот розовый кварц, который такой насыщенный, немножко как мутненький, да, это тот кварц, который из Мадагаскара. Он немножечко старше, ценится немножко больше. Подвесочка. Это от Транцентройма магазина. Все, что я приобрела вчера, например, и позавчера, по-моему, тоже, а может быть, только вчера, на мне ничего не было. Я все абсолютно сняла и очистила. Я теперь украшения делаю чистки по-другому. Чего, кстати, и вам рекомендую, потому что розовый кварц не любит соль. Если розовый кварц держать в соли, он будет серым. У него будет пропадать розовый цвет. Обращайте, кстати, внимание при выборе розового кварца, чтобы он был натурально розовым, а не крашеным. Но для этого я сделаю отдельное видео. Я беру все украшения в кулечек, наполняю этот кулек водой и в морозилку. Я это проверила. Таким образом проходит три вида чистки. Камень, вода, замороженная вода и талая вода. Само по себе должно все растаять. Я уже это проверила на своих кольцах. Это кварц, волосы Венеры, цитрин, розовый кварц, также черный турмалин и также ангелит. Хотя мне говорили, ангелит боится воды, ангелит нельзя в воду. Ну а как его можно почистить? И в общем, что в итоге получилось? Все блестит, шикарно блестит. Вечером положила в морозилку, утром достала. Пока я на работе, эта вся штука разморозилась. Затем положила в тарелочку это на балкон, на солнышке зарядилась. Сейчас почему-то мне хочется больше на солнышке это заряжать. Сейчас тем более, если не ошибаюсь, растущая луна. И все, украшения готовы. Если вы просто покупаете какие-то украшения, обереги, амулеты и просто вот так вот считаете, что вы купили, и это ваше, нет, тогда камень не будет для вас так работать. Затем еще такой важный момент. В обязательном порядке вообще-то это делать нужно. В обязательном. А не просто так. Пойди, знай, сколько людей это трогали, пробовали, примеряли и так далее. Попробуйте вот такую чистку украшений. Обязательно попробуйте. Тем более сейчас зимнее время, волшебное время. С ангелитом ничего не случилось. Вообще ни с чем, вышеперечисленным. Да? И также я почистила турмалин, гагат. Все это я вот так вот сделала. Заморозила, разморозила. Все замечательно. Я очень довольна. Поэтому впредь я буду только таким образом чистить свои камешки минералом. Попробуйте, пишите в комментариях, кто так же делает. Некоторые, кстати, еще заряжают на четырех стихиях. Кто-то закапывает в землю определенные камни. Ну, у всех как бы это по-разному. Так, в следующем видео делаем обзор вот этого прекрасного здесь. Гордины и так далее. Сейчас мне нужно заняться своими туристами. Но я обязательно сегодня постараюсь сделать несколько различных влогов. И вы пишите в комментариях, что вам подойдет. До скорого!